Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Печов и сегодня у нас был задан вопрос цели ПЦР-тест и стоит ли его делать? Очень простой по сути вопрос такой, был задан, как говорится, не такой уж прям сложный. Цели ПЦР-тест и стоит ли его делать? Первое, что мы видим? Чистая аналитика. Значит, этот тест нужен, ПЦР-тест нужен для того, чтобы анализировать, как проходит, по сути, можно сказать, геноцид народа или как проходят опыты в первую очередь. Но сначала это мы видим, должна была услуга быть бесплатной, то есть незатратной и так далее. Но потом, так сказать, частные конторки, многие не захотели работать просто так и пошли, включили это на поток, называется, да, денежным. Поэтому стало платной услугой. По сути, это же обычные реактивы, как говорится, реактивами обозначили, сделали мазок, обмакнули и все. Это не так сложно, да? Но в данный момент, то есть, это несет сейчас огромные деньги, очень огромные деньги. Многие заработали корпорации всякие разные, фашистские, вот, сатанинские. Очень хорошо позарабатывали. А к чему это приведет? Это не несет пользу для народа самого. Почему? Потому что в данный момент, естественно, интуитивно народ, мы видим, не доверяет этому процессу, потому что обогащение идет сатанинской обслугой прям вовсю, да? Дальше. Цель самого начала еще была сбор данных, сбор биологических данных, генетических данных, поэтому это будет потом сатанинской обслугой введено в государственный обиход, так сказать. Что произошло, что изменилось, как модифицировалось тело, не модифицировалось тело, как говорится, в результате разных условий создания для человека. Помер, не помер, как говорится, человек, ослабли иммунитет и организм, и так далее. Причем анализ часто делается, потому что это идет, как, знаете, когда сидит мышка в клетке и постоянно делают ей анализ, как ведутся опыты, да, над мышкой, вот так же и над людьми ведутся опыты и идет анализ, аналитика. Но аналитика отошла на второй план и превратилась тупо в бизнес, заработок, причем курирует это какая-то женщина из сатанинской обслуги в государстве. То есть это женщина, которая имеет типа медицинское образование, в кавычках, не могу назвать, потому что цель у нее бизнес, медицинский бизнес именно, да, превращен. Но именно ей приказ был, как говорится, от кому она слушает. Дальше мы видим это, естественно, ожирение данных компаний, да. К чему это приведет? Это повлияет очень на детей, очень сильно на детей. Но задача тут именно не убить человека, а провести опыты. И аналитику и сбор генетических данных, то есть сбор данных вообще о состоянии человека и, так сказать, собирание в папочке это все. Вот для чего это делается. Это отразится, естественно, на вообще человеке, как таковом на населении, естественно, отражается. И причем анализ идет, столько ли умерло человек, и как много ли умрет. То есть сразу такой стратегический ход делается, да. То есть получается ли у них это делать. Вот. Потом это все суммируется, складывается, и у них как бы внутренний такой архивчик имеется у каждой компании. Вы не думайте, что эти все сатанинская обслуга медицинская, допустим, они там типа не работают никого, никому не передают. Да, конечно, частная контора, мы видим, передает. Поэтому вы документы осторожнее подписывайте, потому что тут тоже есть подвох. на разрешение там не только данных, но и разрешение много, чем может органов и так далее быть. Большой, подумайте, что вы делаете, прежде чем делать какие-то тупые анализы, в кавычках, конечно же. Все упрощено, кажется, так глупо, ничего серьезного. Ну, чума тоже у нас несерьезно бывает. Вот. То есть в данный момент мы видим, что за счет коррупции России и так далее, это все вывернулось в тупой бизнес. Ну, так-то, назначальная цель сбор данных и сбор опытов. То есть как ведутся опыты. Хорошо ли? Нет. Хорошо ли вымирает население или нет, да? То есть это аналитика самая главная. И она передается именно из России. Мы видим, она уходит вообще. И не только из России, и на Западе. Также вся аналитика гуляет, в один архив уходит. Генетических данных и много чего. То есть адаптации и так далее. Все это собирается. Поэтому подумайте, что вы делаете, для чего вы это делаете. За всем есть свой подвох, как говорится. Несмотря на то, что это коррупционка. Коррупцию превратилась и просто тупой бизнес какой-то женщины во власти. Которая у нас в России тут сидит, так сказать, да? И в бизнес превратила медицину. Ну, что ж, вот такой краткий расклад. Всем удачи. Чувствую в своем голове, Александр Чув, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет много чего интересного. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok